Музыка Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное обновление. Сквозь меня в очередной раз. Проехали в прыжке, и это нормально. Сегодня поговорим о обновлении в Star Stable этой недели. И о том, что нас ждет на следующей. Так что, поехали! В этом обновлении нам добавили задание у Солнечного Круга на выполнение, как я поняла, бесконечного количества скачек. Мол, качай свою лошадь сколько хочешь. Но, если честно, я не особо поняла текст обновления, поэтому сейчас просто будем проверять. Так, подходим, берем. Тебе удалось завершить первую ступень тренировок, но друид и его верный конь должны тренироваться постоянно, чтобы оттачивать их в священную связь. Если хочешь, можешь повторять эти упражнения каждый день, чтобы совершенствоваться как наездница и как друид. Что скажешь? Поговорю с твоим инструкциям. Да, окей. Хорошо, приходи ко мне каждый день, я буду давать тебе задание для продолжения тренировок. Ты найдешь меня здесь, я буду размышлять о скрытых тайнах вселенной. Так, получается, каждый день нам будут давать... Ну, сейчас просто попробуем и давайте возьмем какую-нибудь... Ныне, так, короче, есть препятствия на обмен дорожек. Давайте на ней найтаймчайшая езда. Ты уже продемонстрировал огромное умение в езде. Друид должен иметь полный контроль над своей лошадью, умением езды и быть терпельем во всех ситуациях. Это упражнение, где ты должна следовать символам, показывающим на земле, упражнение заключается в том, чтобы справиться с шестью разными фигурами до окончания времени. Ты должна подстроить поход к лошади так, чтобы ты могла следовать фигурам, не отклоняясь от них ни на дюйм и не останавливаясь. Если ты остановишься на месте слишком долго, то время закончится, и тогда ты не справишься с упражнением. Таким образом, это упражнение свидетельствует о мастерстве ездока и терпении. Фух! Ну что ж, давайте попробуем. Так, ну давайте начинаем. В принципе, насколько я помню, это не так сложно. Хотя, кто знает, всё так легко начиналось во время обучения. Да тут, в принципе, всё легко, потому что, насколько я помню, каждое следующее задание, это, типа, быстрее нужно ездить. И всё, в принципе. Это всё, что с нас требует. Сейчас чисто на одном заданнице мы его выполним и посмотрим. Оно будет доступно сейчас, в этот же день ещё раз, и нужно будет просто ждать следующего дня. Вот и всё, урок выполнен. И сейчас мы просто проверим, как бы это ездить по ежедневке, или просто... Так, ну и... Точнейшая езда. Так. Да, получается, что каждый день будет давать разные задания. Видимо, 4-3 штучки будут, и просто придётся их выполнять, а не так, как я подумаю, что бесконечное количество ежедневных заданий, которые будут постоянно обновляться, нет. Так что, в принципе, с этим всё. Так же, в записи к обновлению была коротенькая часть, в которой просто написано «Спасибо, Рид и Тоба», что, мол, Рид Кеслер и Тоба Ларсон провели в Старстейбл много времени, но теперь пришла пора покинуть Юрник. Вообще, это очень странно, потому что они, можно сказать, сколько я помню, стоят в игрушке, и у них у каждого есть задания. Для тех, кто не знает, Рид и Тоба, это два персонажа, насколько я знаю, два реальных наездника в реальной жизни, и они у нас просто были в Старстейбл онлайн. Для тех, кто не знает, один из этих наездников как раз давал нам задание здесь. Здесь стоял мужчина, давал нам задание касательно того, что как хорошо нужно держаться в сердле, как быстро проходить скачки. А второй наездник стоял внутри конного манежа, и все знают задание, в котором вам дают красный жакет с очень хорошим количеством бонусов на прыжки. К сожалению, в Старстейбл почему-то решили убрать их из игрушки, хотя я, ну, не знаю почему, может быть, это какая-то акция была с этими наездниками, ну, просто или они по приколу сделали, или акция как бы закончилась. Никто никогда не узнает, кроме разработчиков, я думаю, даже не все разработчики об этом знают. Ну, в общем, теперь их нет, так что задания эти, видимо, пропадут, или же, возможно, я просто не смогу проверить. То есть, если есть новички, то они, возможно, вам будут давать задания, а как только вы будете эти задания выполнять, по достижению какого-то уровня, ну, или по сюжету, они просто будут исчезать. То есть, как только вы получили от них задания, они исчезают. Но, к сожалению, этого мы уже не узнаем, особенно те, кто достигли девятнадцатого, двадцатого уровня. Нам этого не дано. А теперь приятные бонусы. Может быть, кто-то уже это знает, но я лично в ССО эмоции воспроизвожу редко. И для меня на днях было открытием, что разработчики убрали иконки, то, что, когда вы делаете эмоции, вам показывают, что вы делаете. Будь то ли это счастье, или просто согласие, или даже всеми любимые аплодисменты. Теперь этого иконки нету, хотя я сейчас проверю, может быть, настройки какие-то есть креативные. Нет, у меня сейчас, заметив, включено только скрыть звездочку на уздечке, потому что она меня слегка раздражает. Так что, в принципе, у меня всё выключено, а тем не менее, никаких надписей нету. Это значит, будет намного проще снимать всякие видосы или сериалы, как это многие любят делать. И это классно, это очень-очень классно. То есть, даже злость давайте изобразим. То есть, теперь вы можете просто обрезать видео, делать эмоции, и вам не будет мешать значок, что вы злитесь, или вы счастливы. Это, если честно, очень-очень круто. Это первое моё открытие. А второе, все помнят, о чём я говорила на видео в 200 подписчиках, кто смотрел, что разработчики будут добавлять магиков. И стоило мне это снять, так чуть ли не в тот же день, или на следующий день, разработчики выложили новость о том... Нет, на следующий день выложили новость о том, что Гарри Готланд привезёт на следующей неделе, в следующую среду, насколько я поняла, всех магических лошадей, если я правильно поняла. Просто в английском я ужасно, вообще никак, а русский перевод, который мне скинули, ещё хуже. Вот, и как бы там пишут, что он привезёт, ну, перевод дословный, типа, начальных магических лошадей. Но, судя по фотографии, которая находится в социальных сетях СССР, он, похоже, привезёт всех абсолютно магических лошадей, исключая последних Лузитана. Да, да, по-моему, всех, кроме них, он привезёт и шайров всех магических, и самых первых трёх магических. Честно, вот просто, я с английским плохо, если же я не права, просто напишите мне в комментарии, что... Да, это так, он привезёт всех, или нет, как бы, он привезёт только первых трёх. Потому что, ну, просто... I need your help, guys. Да. Нет, нет, ну, что я сказала сейчас на английском, это просто сценарий. Будем считать, что это сценарий. Да. В общем, это вот все новости на сегодня, так что, если Гарри Готланд и вправду привезёт на следующей неделе абсолютно всех лошадей, я уверена, разработчики обязаны будут сделать. Чаще всего они делают так, что как-то привозят редких лошадей магических, они обычно делают так, что в последние выходные, перед тем, как в обновлении их должны будут убрать, они делают удвоение. Поэтому я очень сильно надеюсь, что мы с вами сможем закупиться по максимуму магическими лошадьми. Я даже не знаю, нужны ли они мне все, но многих из них я раньше очень хотела, первых трёх точно, так что, ребята, давайте срочно, если всё-таки провезут всех, делать себе виш-лист, каких лошадей вы хватите, и нужно срочно искать деньги на НСК, или, если они у вас есть, срочно их не тратить до того, как провезут их на следующей неделе. А привезут их уже довольно скоро. Так что, спасибо, что были со мной сегодня. С вами была я, Данали, и мой конь на сегодня благородный ворот. Не забывайте тренировать ваших лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Так что, всем пока! Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok